На телеканале Кубань 24 время бизнес новостей. Здравствуйте. В ближайшие пять минут расскажу о месте России в рейтинге Всемирного экономического форума, почему мировые цены на зерно падают и какие проекты представит Кубань на 15-м инвестиционном форуме в Сочи. Теперь во всем подробнее. Конкурентоспособность России почти не растет. Страну подвели показатели по макроэкономике. В рейтинге Всемирного экономического форума «Наша страна» на 43-й месте из 138. Тройка лидеров осталась неизменной. Это Швейцария, Сингапур и США. Германия опустилась на пятую строчку, а Великобритания поднялась на седьмую. Россия по сравнению с прошлым годом прибавила всего два пункта. Однако, если посмотреть историю рейтинга за последние 12 лет, то становится понятно, что рост есть. И несмотря на временные замедления, незначительным этот рост назвать уж точно нельзя. В 2005 году Россия была на 53-м месте, но в 2012-м опустилась аж на 67-е. За последние четыре года страна прибавила целых 24 позиции. Исходя из результатов исследования на Всемирном экономическом форуме, бизнес-климат в России улучшился, предприниматели чувствуют себя не так плохо, как ожидалось. Главным препятствием бизнесмены считают высокую инфляцию, налоговые ставки, коррупцию, доступ к финансированию и избыточное налоговое регулирование. Кубанские аграрии собрали рекордный урожай зерна, однако это еще не гарант высокой доходности. Большая урожайность и огромные мировые запасы снижают цены на зерно. Стоимость пшеницы на биржах рухнула до минимума 2008 года. Снижение цен длится уже 4 года, и эксперты уверены, что в ближайшем будущем негативный тренд едва ли будет переломлен. Одни специалисты уверены, что виной всему несколько факторов, и один из них кризис перепроизводства. Однако другие специалисты считают, что никакого кризиса перепроизводства в нашей стране нет. В пример они приводят Китай, где за сезон итоговые запасы пшеницы более 100 миллионов тонн. В России же, по оценкам экспертов, уровень запаса очень низкий и не является поводом для снижения цен. Тем временем экспорт зерна на Кубани растет плюс 30% за первые полгода 2016-го. Это 7,5 миллионов тонн. А местное зерно отправилось в 45 стран. Резиденты, навсегда покинувших страну россиян, заставят отчитаться о зарубежных счетах. Минфин разработал законопроект, который обяжет бывших жителей страны отчитываться о наличии счетов в иностранных банках. Вне зависимости от того, сколько бы времени они не прожили за границей. Сейчас статус валютного резидента теряется через год после постоянного пребывания за рубежом. Новый закон вступит в силу 1 января 2018 года. Тогда граждане, решившие вернуться в страну, должны будут отчитаться о зарубежных счетах и валютных операциях за весь период отсутствия в стране. Отмечу, что за нарушение требований уже сейчас предусмотрен штраф. Нарушителя могут лишить абсолютно всех денег на иностранных счетах. В Сочи все готово к юбилейному 15-му международному форуму. В этом году рабочую программу увеличили до двух дней. Это связано с большим количеством участников. В Сочи приедут представители бизнес-элиты из 25 стран. Они посетят десятки круглых столов и бизнес-встреч. Регион предложит более 400 инвестпроектов на сумму свыше 300 миллиардов рублей. Аграриям края помогут со сбытом продукции проект по созданию сельскохозяйственных логистических центров. Края будет представлен на форуме в Сочи. Серьезные изменения ждут и баниологическую отрасль Кубани. Также среди приоритетных направлений строительства дорог, развития энергетики. Форум дал старт многим производствам. Так, в Абинске появилось первое на юге России металлургическое предприятие. В Белореченске открылся завод по переработке сельхозпродукции. А в Кореновске молочная фабрика. Сегодня они одни из самых успешных предприятий Кубани. Какими проектами пополнится инвестпортфель Кубани, станет ясно уже ко второму октября. А вот в Краснодаре пройдет ярмарка жилья. Уже седьмая по счету. В течение трех дней в баскет-холле посетители ярмарки смогут оценить актуальные предложения рынка недвижимости. Проконсультироваться со специалистами по вопросам ипотечного аккредитования. Узнать о юридических тонкостях и особенностях налогового законодательства. Более тысячи квартир только от проверенных застройщиков будут представлены на крупнейшем выставочном проекте Юго-России в сфере недвижимости. А теперь о курсах валют. Доллар прибавил в цене 26 копеек. Сегодня его можно приобрести за 63 рубля 95 копеек. А вот евро продолжает дешеветь, хоть и незначительно. Минус 7 копеек. Сегодня Центробанк оценил европейца в 71 рубль 57 копеек. Это были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания.